В Чувашии прошел очередной этап акции «Классный полицейский». На этот раз десант из 14 различных подразделений МВД высадился в 12-й школе Чебоксар. Акция «Классный полицейский» – совместный проект МВД по Чувашской республике и Общественного совета при Министерстве. В этом году полицейские посещают уже третью школу. Можно посмотреть фильмы про полицейских, можно прочитать в газетах про полицейских. Но воочию пообщаться на сегодняшний день не всем удается. И вот мы сегодня сюда пришли с таким коллективом полиции, Чувашии, которые будут вам рассказывать о различных направлениях деятельности полиции, чем мы только не занимаемся. После официального старта школьники, педагоги и представители родительского комитета группами разошлись по кабинетам для участия в мастер-классах, подготовленных полицейскими. А их тематика была самой различной. К примеру, представитель отдела кадров Сергей Максимов рассказал детям о критериях выбора будущих полицейских и ведомственных учебных заведений, готовых принять тех, кто решил стать стражами порядка. А вот полковнику полиции Шарибжану Касанову, представлявшему управление уголовного розыска, пришлось приоткрыть завесу тайной профессии оперативника и рассказать о том, как им приходится раскрывать даже самые запутанные преступления. Было интересно ребятам узнать и об экспонатах из музея МВД, привезенных по такому случаю в школу. Ученикам продемонстрировали не только предметы, бывшие в обиходе милиционеров много лет назад, но и детали времен Великой Отечественной войны, найденные в ходе раскопок. О том, как безопасно обращаться с банковскими картами, рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Валерий Чернов. Будьте бдительны, никогда не передайте своим родителям в магазинах, чтобы кассиру в руки карточки не отдавали. Никому не передавали сведения об этой карточке, ни номер и так далее, там подобное. Пусть из кармана денег доставят и отдают, но не карточки. Особой восторг у ребят вызвали всякого рода предметы, очень напоминающие шпионские. Здесь были брелок и часы со встроенной видеокамерой, обычная вешалка с точно таким же устройством внутри. В общем, все то, чем воспользовались когда-то недобросовестные граждане для совершения различных преступлений. Самым отшлаговым кабинетом стал тот, где бойцы СОБР организовали выставку боевого и служебного оружия, находящегося в их пользовании. Гранатометы и пулеметы, а также травматическое оружие и пистолеты не оставили равнодушными мальчишек любого возраста. Не менее интересной стала для школьников и встреча с бывшим командиром спецназа Юрием Григорьевым. Полковник милиции в отставке вспомнил о годах службы в одном из самых боеспособных подразделений МВД. Кроме того, в этот день для школьников провели уроки представители подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД и экспертно-криминалистического центра. Полицейские также рассказали о вреде наркотиков и об ответственности за экстремистскую деятельность, а также как воспользоваться государственными услугами МВД посредством интернета. Завершающая часть мероприятия прошла на улице. Сотрудники кинологической службы МВД со своими подопечными овчарками Буян и Хан продемонстрировали задержание условного злоумышленника в различных ситуациях. Затем на площадку выбежали бойцы ОМОН. Их показательное выступление с элементами рукопашного боя и с участием бронированного тигра удивило всех и стало красивым финалом мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова